МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Евгеньевич, добрый вечер. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Начнем с главного. Ответы из первых уст мы наверняка услышим в пятницу на послании. Но все-таки. Размещение у нас тактическо-ядерного оружия. Делает Беларусь ядерной державой автоматически? Марат Сергеевич, однозначно нет. Мы не становимся ядерной державой. И для того, чтобы понять суть вопроса, надо просто посмотреть, что такое ядерная держава. В соответствии с сегодняшними документами международными ядерная держава признается при условии, если она разрабатывает средства ядерные, если она их производит, если она их еще испытывает. Вот это три составляющие, которые делают страну ядерной державой. Ни одна из этих составляющих не относится к Республике Беларусь при размещении на ее территории средств ядерного оружия или тактических ядерных средств. Хорошо, но я еще помню, как увозили последний тополь из Беларуси. Бесплатно. Как жест доброй воли страны, которая желает мирно существовать с соседями. Мы всегда это подчеркивали. И никогда никому не угрожали. Вот помогите вспомнить, что обещал Запад нам в благодарность за то, что мы это сделали. И что глобально изменилось в военно-политическом плане за этот период? Ну, в этом случае надо идти глубоко из истории. Наверное, все-таки история, она показывает все нюансы. И вспомнить Будапештский, по-моему, меморандум 1994 года. Будапештский меморандум. Это было так давно, и уже выросло целое поколение, которое об этом даже, наверное, и не слышало. На мой взгляд, во всяком случае. Будапештский меморандум это такой документ, который многие хотят сегодня забыть. Он небольшой. Там, дай бог, если мне память не изменяет, всего шесть пунктов. И он сделан на трех языках. Из которых белорусский, английский, русский. Русский, белорусский, английский. Прекрасно. И вот всего лишь шесть пунктов. Что же было в этих шести пунктах? Значит, первый пункт это декларативное. Страны-подписанты, а это Соединенные Штаты, Великобритания и Россия гарантируют Республике Беларусь уважение ее территориальной целостности, независимости и конституционного строя. Да. Второй пункт, это давно было, но если я не ошибаюсь, он звучал приблизительно так. Страны-подписанты гарантируют, что против нашей страны, Республики Беларусь, не будет использоваться военные средства для решения каких-то задач. И кроме того, там был еще один пункт, вот я его всегда подчеркивал, когда приходилось на эту тему говорить, не будет использоваться военные средства их для решения нашей задачи. То есть это танки, самолеты, произведенные этими государствами. А третий пункт, это вообще удивительная вещь, потому что он перечеркнут очень давно, и, наверное, те люди, кто нас захочет услышать, просто-напросто скажут, такого не было. Он звучал следующим образом. Страны-подписанты воздержатся от использования экономического давления, экономического именно, на государства для достижения каких-либо преференций. То есть, по-русски говоря, те, кто не родился раньше 1994 года и не прочитал этот документ, сегодня скажут, такого не было. Остальные три пункта, они очень простые. Они говорят о том, что будет задействовать механизмы ООН при условии, если против нашей страны будет использовано ядерное оружие. и крайний пункт, страны будут консультироваться в том случае, если будет нарушено предыдущий пункт. Один из пунктов, звучал, это или пятый, или шестой, значит, не будет использоваться ядерное средство против любой страны, подписавшей этот меморандум. Просто чудо. Великолепно. Вот вы сказали формулировку, санкции против Беларуси первые были введены через три года после подписания этого меморандума в 97-м году. Так что память у них была настолько короткая, откровенно говоря, что они... И плюс, момент мне очень нравится, ссылка на ООН, на то, что инструменты ООН будут использованы. Мы с вами увидели это сейчас, когда был поднят вопрос о расследовании теракта на Северных потоках, да? Как отреагировал Совбез ООН как организация, которая, к сожалению, ну давайте прямо говорить, называть вещи своими именами, покрывает террористические действия в международном масштабе. Я что-то неправильно сказал? Бород Сергеевич, я вспомнил историю, а теперь предлагаю посмотреть, что изменилось с того момента на сегодняшний. Даже по пунктам. Давайте начнем с самого низа, как вы сказали, с организации объединенных наций. Насколько механизмы организации объединенных наций используются в интересах Республики Беларусь? Никак практически. Мы практически на всех площадках являемся чуть ли не страной-изгоем для тех, кто гарантировал для тех, кто гарантировал нам нашу безопасность. Именно они, именно нас искусственно такими пытаются сделать. Вот, именно. То есть уже этим нарушая ту договоренность, о которой шла речь в 1994 году и в котором в 1996 году мы в полном объеме все выполнили свои обязательства, вы, как вы и говорили, выведя со своей территории ядерное оружие. Теперь немножко вернемся. Что касается экономических санкций, тут даже нету никакой, ну, альтернативы. Нас душат ими на протяжении десятилетий. Наплевав на подписанные документы. Именно на то, что... И я хотел бы обратиться еще к одному пункту. Там было сказано, не пытаясь создать себе каких-либо экономических преференций, то есть эти страны. Наши самые ведущие предприятия все уничтожаются, блокируются, банятся, и в полном объеме... Как только у нас где-то появляется рост в любой области, ее тут же уничтожают. Это касается в полном объеме. Ну и, наверное, самый красивый и хороший пункт это уважение нашей независимости, территориальной целостности. То есть мы пошли от противного и увидели, что все, что было написано в этом документе, на сегодняшний день в полной мере игнорируется. Игнорируется уже не первый год, а я бы сказал, уже десятилетие. Вы знаете, вот правда, прежде чем следующему вопросу перейти, хочется последнюю ремарку сделать. Вот и договаривайся с ними после этого. И можно переходить к следующему. Хорошо. Вот давайте с Азов. А чем тактическое ядерное оружие отличается от стратегического? Вопрос очень такой глубоко, но легкий. Поверх. Давайте так, легко для телезрителей, для обывателя, просто чтобы было понятно. Если в общем понимании, то следующее. Тактическое ядерное оружие предполагает невысокие дальности поражения, то есть на площади оперативного, так скажем, применения, и небольшие заряды, килотонны, десятки килотонн, не более. То есть, грубо говоря, для решения локальных военных задач. Вот вы правильно сформулировали. Наверное, локальных, или оперативно-тактических задач. С военной точки зрения, да, более правильно. Что касается стратегического ядерного оружия, простая формулировка, которая используют практически все. Это то оружие, которое может быть использовано межконтинентальными средствами, или между континентами. Россия, Соединенные Штаты, Россия, Австралия. Это мощное оружие, обладающее неограниченной практически дальностью, ну, 10-12 тысяч километров для земли это достаточно. И плюс к этому мощностью сопоставимой с мегатоннами. Суммарный объем средств, которые может нести одна, так скажем, ракета от 6 до 12 боеголовок, есть и по одной, но это, как правило, уже не используется, позволяет стереть с лица от земли не один город, а даже страну. То есть, теоретически, до Варшавы достать мы можем тактическим оружием, а до Байдена исключительно стратегическим? Для этого есть задачи, которые необходимо решать. Как-то так. Оксюмарон, но размещение такого оружия не угроза, а безопасность для Беларуси. Имхо. Вот в этой связи, что означает термин пороговая страна и насколько реальная агрессия против страны, обладающей ядерным оружием или пороговой страны, на территории которой хранится ядерное оружие? На примерах. Хорошо, давайте попытаемся. Пороговая страна появился не так давно, термин, в общем-то. Это конец прошлого века где-то. Может быть, 80-е годы, вот так вот. Когда многие государства пытались получить ядерное оружие, добиться его разработки и выполнить вот эти критерии. Разработать, иметь возможности и, может быть, даже испытать. По большому счету, пороговая страна это любое государство, которое располагает высокоразвитой промышленностью, в том числе ядерной энергетикой и способностью при необходимости создать это оружие. То есть обладает технологическими возможностями. Вот это пороговая страна. И таких достаточно много в сегодняшнем мире. Ну, однозначно можно говорить о Германии. Это страна, которая пороговая. Япония, которая может быть однозначно названа пороговой страной. Я бы назвал под таковой страной Иран. Так, согласен. Она располагает такими возможностями. А Кореи обе? Корея северная уже является ядерной страной. Так, а южная? Южная располагает такими возможностями. У них же была информация в свое время, размещали американцы свои запасы. Это две разные вещи. Это вариант на его территории и сегодня есть такая информация, она не подтверждается, но на территории Южной Кореи имеется ядерные боеприпасы и заряды Соединенных Штатов. Поэтому Бразилия может быть такой страной. А в Европе? В Европе, ну, мы уже сказали, ФРГ, больше это в принципе никому она не нужна, потому что у пяти государств европейских сегодня есть размещены средства ядерные Соединенных Штатов. Франция и Великобритания являются ядерными державами. Испания имеет потенциал для разработки ядерного и Италия имеет такую возможность. То есть в принципе высокоразвитых в Бельгии хранится. И в Бельгии как таковое может быть и нет необходимости для его появления. Понятно, но доходчиво. Ну вот смотрите, старый друг Беларуси, дедушка Боррель, он заявил, что ядерное оружие у нас это угроза для безопасности Европы, а вот ядерное оружие в Европе не угроза для Беларуси. Вот как вы это прокомментируете? Есть такое выражение нонсенс. Нонсенс. Понимаете? Вообще Боррель такой интересный персонаж, который говорит иногда то, о чем сам не понимает, а иногда наоборот транслирует те идеи, которые нет необходимости доводить до общественности. Но они у него бурлят внутри. Особенно прекрасное выражение насчет европейского сада. И джунглей. Да, и джунглей. Это прекрасный вариант, который показал его внутреннюю сущность. И вообще внутреннюю сущность европейского европейца. Она на него выплеснулась. Он может быть и не хотел это сказать. Не сдержался. Но смысл именно в этом и заключается. Вы поймите правильно, что значит оружие находящееся на территории одного государства это не проблема, а на территорию другого это проблема. Ну с точки зрения логики это вообще непонятно. С точки зрения политики, ну как политика я может быть его и пойму, но здравого смысла здесь нет. Знаете, самое интересное, что это очень укладывается в общую канву, когда Грузии запрещено копировать закон США об иноагентах, а Канада через три дня ей разрешается копировать закон об иноагентах. В этом случае не демократично, а здесь полное соответствие демократии. Ну ладно, логика понять сложно. Вот смотрите, что интересно, польский министр по делам ЕС, он заявил, что хоть размещение ядерного потенциала, ядерного оружия тактического в Беларуси это эскалация, но реакция Запада должна быть спокойной. Это его буквальные слова. Относительно спокойной оказалась и реакция США, хоть многие пытались нагнетать на этой теме, но мне кажется достаточно сдержанно. Вот откуда этот неожиданно здравый смысл? Ой, как минимум у этих двух стран. Что касается Соединенных Штатов, то они реалисты, они четко понимают, что это такое, они умеют читать законы, даже те, которым не следует, но они четко понимают главное. Ядерное оружие, которое появилось на территории Беларуси, никоим образом не меняют общую картину европейскую, при условии, что в пяти государствах имеются склады ядерного оружия Соединенных Штатов, такие же склады имеются в Калининградской области, и с точки зрения общей обстановки для Соединенных Штатов, которые находятся за тысячи километров от этого предполагаемого театра действий, им все равно. они четко понимают, что это один из регионов их интересов, и не более того. Поэтому они настолько спокойны. Что касается Польши, она является проводником интересов Соединенных Штатов в Европе. И то, что транслируют США, они очень хорошо держат нос по ветру, представители польского истеблишмента, и они готовы своевременно поддержать Сюзерена. А ведь оно по большому счету так и есть. Ну и, наверное, еще добавим к этому общему пирогу небольшой кусочек. Ведь поляки, некоторые из них, не настолько глупые люди. Ну, нельзя называть, Ну, славяне все-таки. Да. Есть среди них и здравые люди. Этот человек, о котором сейчас идет речь, он просто-напросто посмотрел на общую картину. Если рядом с тобой в Калининградской области есть эти боеприпасы, на твоем северном, так скажем, фланге, какая тебе разница, если они появятся еще и на западном? С точки зрения Польши, все равно, откуда к тебе прилетит ракета, если уж на то пошло. Если ты уже решил идти в кельваторе политики Соединенных Штатов, ты не можешь из этого кельватора выйти. и будет 10 зарядов, будет 100 зарядов, ты все равно выполнишь то, что тебе предназначено и предписано старшим товарищем. Ну ладно, жалко, что Боррель у нас не поляк, не белорус, не русский. Испанец вроде как. Вот смотрите, Зубр, не случайно один из символов Беларуси. Мирный, но мощный зверь, которого не надо трогать. Вот президент говорил, и нас тронут, мы ответим. Теперь понятно, чем ответим. Вот тогда для полноты картины обобщите, а что в итоге будет размещено у нас? И в принципе, наверное, может быть, проговорим страны еще раз, вот буквально, которые обладают ядерным оружием и которые уже разместили у себя это ядерное оружие, да, или заявили о таких намерениях. Ведь мы о них тоже сейчас уже должны говорить. Ну да, наверное. Вы правильно начали. Именно зубра это на самом деле мирный зверь, но если он в гневе, если он в гневе, его не остановит никто. История знает, когда этот добрый зверь уничтожал на своем пути все, что можно. А теперь перейдем именно к этой составляющей. Вот смотрите, есть Белоруссия, небольшая достаточно страна европейская, среднестатистическая. А что дальше в Европе у нас есть? Давайте посмотрим. Так, Германия есть соответствующие ядерные хранилища, они есть еще со времен Варшавского договора. Ну, авиабомбы в основном, да? Да, у них в основном авиабомбы. И они там хранятся, никуда не вывозились, только совершенствуются и немножко обновляют. Принадлежат Америке? Да, все принадлежит Америке. Италия есть такой же подход приблизительно. Говорят, что в Италии еще есть определенные морские составляющие, не буду спорить, это все время меняется. Турция то же самое, есть соответствующие. Бельгия, есть Нидерланды. Пять государств, в которых находятся склады ядерного тактического оружия США. И никому они не мешали, в том числе НАТО о них не вспоминало на протяжении десятилетий. 70 лет уже давно отметили НАТО. Скажем, они не 70 там лет находятся, но не так мало. Это те, кто складирует. в Европе. Кто еще имеет в Европе, мы уже говорили, Великобритания, Франция, это ядерные державы. Обладающие стратегическими ядерными средствами. А теперь уйдем из Европы, немножко дальше. Канада. Там тоже есть склады ядерного оружия США. Вопрос, зачем они там нужны, если рядом США? Ну, да, немножко с другой стороны можно зайти. Теперь немножечко переходим в другую сторону. Япония. В Японии находятся складированные ядерные боеприпасы США. Южная Корея. В ней находятся склады, опять же, не принадлежащие этим государствам. То есть, по большому счету, практически восемь государств сегодня, в которых размещены боеголовки США. Оставим это за скобками и вернемся опять к нашему европейскому театру возможных действий. не дай бог, да. Не дай бог, конечно. Что у нас здесь есть? Со стороны России все ядерное оружие находится на территории Российской Федерации. Это триада известная, это соответствующая морская составляющая, это сухопутная составляющая, ну и, наверное, авиационная составляющая, о которой мы всегда говорим. Безусловно. Часть сил, касающиеся морской составляющей и наземной составляющей, видимо, и есть немножечко авиационной составляющей, находится в Калининградской области. Это часть территории Российской Федерации, поэтому тут говорить ничего не надо. Мы не говорим о том, что Соединенные Штаты располагают собственным огромным арсеналом, который находится на их территории. Это эти государства. Теперь, что касается Беларуси. Заявление четкое, ясное, понятное размещение. Наверное, весь шум сегодня стоит от того, что не было обозначена четкая позиция руководства нашего государства. Но я думаю, мы в ближайшие буквально дни услышим это. И все это связано именно с этим вопросом, чтобы все было четко расставлено и объяснено. Они же публично говорят о том, что пока президент не высказался. Выскажется. Видимо, он выскажется. Но президент полтора года уже об этом говорил, предупреждал. Я бы сказал, даже больше, чем полтора года. Он предупреждал. А вот работал над этим вопросом последние полтора года очень плотно во всех областях. Но я бы вам сказал, что помимо президента этим вопросом занимались и другие органы управления Республики Беларусь. Это Союз Безопасности. Ведь у нас принята совместная доктрина союзного государства. И там определены определенные направления. это наши парламенты, которые тоже создали законодательную базу, которая позволяет решать вопросы по обеспечению национальной безопасности. Ну, и ряд других. Министерство обороны, естественно, совместная работа. Ну, и, наверное, ряд других. Николай Евгеньевич, согласитесь, президент принял решение фактически, да? Батька сказал, батька сделал. Вот когда Польша заявила о своей хотелке разместить ядерное оружие у себя, они же об этом заявили публично, президент сказал, мы должны ответить на это зеркально и будем готовиться к этому. Срок обозначен до 1 июля. Так вот, все-таки, благодаря чему этот проект будет реализован в такие короткие сроки? Здесь две составляющих, о которых необходимо говорить. Первое. Спасибо Господу Богу и истории, что у нас есть такой руководитель, который держит свое слово. И самое главное в том, что тот потенциал, который был у Беларуси, он не разбазарен. То есть мы хозяйственные. Как-то так. Со времен Советского Союза у нас остались определенные возможности по хранению ядерного оружия. На нашей территории было достаточно много таких объектов, но мы их сохранили. Вот это главное слово. Сохранили. А вторая составляющая это тесное взаимодействие союзников. Нас и Российской Федерации. Мы четко понимаем, ну, начинали правильно. Батька сказал, батька сделал. Оговоренность по этим направлениям или договоренность были достигнуты раньше. и спусковым крючком послужили действия объединенного Запада, европейских государств и те события, которые происходят на Украине. Ну да, это как спусковой крючок, это правда. Партнер программы Белинвестбанк. Первый экологичный банк. Банк. Ну вот, смотрите, ряд экспертов считают, что Запад не предвидел такого сближения России и Китая. Раз, да, на фоне санкций и угроз, ну, давайте так скажем, тупых протайваньских выпадов. Вояжа этой Пелоси, да, Пелоси, как она говорила. Хотя Киссинджер, он всегда же призывал не провоцировать вот этого сближения двух супердержав. Ну и Запад, естественно, не просчитал и возможности таких решительных ответных действий со стороны Беларуси и России по размещению тактического ядерного оружия здесь, на территории Беларуси. Наверняка это не было прописано, как возможное, скажем так, развитие событий. Не думали. Вот на ваш взгляд, в чем потеря вот этой глобальной реальности со стороны западных политиков? Почему они перестали слушать и слышать даже своих очень умных политологов, которым я отношу Киссинджера? Марат Сергеевич, вы знаете, я бы не утверждал столь глубоко, что они не готовы были к этому вопросу. Я почти уверен, и были определенные исследования их фабрик мысли, в которых рассматривались эти вопросы. Как вариант, допуская. Как вариант, именно. Но здесь именно вторая часть вопроса, она главная. и она в следующем. Почему Запад не захотел это увидеть? А вот не захотел он это увидеть из-за своего высокомерия и привычки относиться ко всем другим, как к джунглям. Вот именно правильное слово, которое на протяжении десятилетий культивировалось именно в западной политике. они уверовали в своей безнаказанности, уверовали в своей возвышенности или наверное такое слово подобрать во своей вседозволенности. Я бы вот так это назвал. И новая итерация политиков западных, которые не видели мощи Советского Союза, которые забыли, что такое Великая Отечественная война, в них было воспитано пренебрежение ко всем другим государствам. Оно было и раньше. Это система рабовладения, которая была много лет назад, она в основе вот этого всего. Но эти люди, забыв о том, что можно получить ответку, как говорят нормальные люди, решили, что им вседозволенность. И что получилось? правильные оценки, а я почти уверен, что они были, не может быть такого, чтобы среди аналитического сообщества достаточно сильное. И есть люди, которые смотрят достаточно далеко, в том числе Жизинский, какой бы он ни был ненавистник и России, и Белоруссии, и крайне правый человек, но он говорил, много лет еще до этого говорил, что нельзя допустить объединение России и Китая. Их надо разъединять, что и делалось на протяжении многих. Но здесь была поднята высоко ставка. И Запад был уверен, тут главная составляющая, он был уверен, что его санкционное давление и удар по России Россия не выдержит. Вот, на мой взгляд, именно вот эта краеугольная ошибка. То есть Россия должна была к 23-му году уже полностью остановиться в развитии, как мы говорили, развалиться как государство. Ведь о чем идет речь? Они же как мантру рассказывают о том, что Россия должна развалиться на составляющей. И они это транслируют во всех, на средствах массовой информации, на всевозможных площадках. Вот это та ошибка, которая была у Запада. Они не могли себе даже предположить, что такой мощнейший удар способно любое государство выдержать. А уже следующий шаг разумные шаги России, разумные шаги Белоруссии России, разумные шаги Китая, который понял, что он будет следующим. И соответственно создание вот этих правильное своевременное движение руководства. Александр Егорьевич Лукашенко поездка в Китай, Си Цзиньпинь поездка в Россию, совместная работа России и Белоруссии, и мы потихонечку выходим из этого штопора. А что будет с Западом, время покажет. Знаете, самое интересное, что история ничему не учит. Ничему. Когда-то Гитлер был абсолютно уверен, что он развалит страну. В 20-м году по Польше проехались целые лекционные курсы, которые обещали, что к 25-му году Россия превратится в 30 самостоятельных государств. Они реально ездили с этими лекциями, с картами, демонстрировали это. Но они забыли и танки в Берлине, и казаков в Париже. Мне очень нравится вот этот анекдот. А все-таки информационную войну мы проиграли. Когда два казака рассуждают где-нибудь там у Версаля. Ладно. Николай Евгеньевич, НАТО. Оно же тем временем тоже ведь не стесняется. И оно придет как танк, без тормозов. Давайте, говорит, прямо. Возможное вступление Швеции и Финляндии. Оно уже заявлено. Уже как бы даже заявления написаны. И они создают непосредственные угрозы уже северным границам союзного государства. Это очень сильно меняет конфигурацию сил в регионе. В северном регионе. Вот размещение у нас ядерного оружия на нашей территории, у нас в Беларуси, тоже меняет расклад сил в определенной степени. Ну, давайте так говорить. Мы же озвучиваем не только, что мы будем хранить ядерные боезаряды у себя на территории. Ну, у нас же Искандеры тоже имеют место быть. 500 километров. Да, а там мне очень нравится. 500 километров это то, что русские заявляют. Американцы почему-то пишут в отдельных статьях о том, что дальность возможно и до 2000 километров. Ну, просто это не озвучивается. Ракета другая. Ракета другая, да. И боеголовки могут быть другие. Хорошо. Совместные шаги вот Белоруссия и Россия, если смотреть вот так вот глобально, оно более чем оправдано. Да. А вот где здесь шаг, где мат, а где цунцванг, если шахматная риторика? Чтобы прогнозировать варианты развития, надо обладать максимальным объемом информации. Я неоднократно помню в жизни такие моменты, когда скоропалительные прогнозы ничему хорошему не приводили. В нашей ситуации, ну вот мы начали с чего, появляется два новых члена НАТО, а ведь все эти годы они рассматривались как потенциальные противники. Ну если не Республика и Беларусь, то Российская Федерация однозначно. Мой опыт общения с российскими коллегами четко говорит об этом. Они рассматривали необходимость учета потенциала этих государств при, не дай бог, так скажем, конфронтации в этом регионе. И все, что делали эти государства, в общем-то, было в поддержку НАТО и их устремлений. Поэтому говорить о том, что это новый шаг, это не новый шаг. Они свой потенциал реально готовы были использовать в интересах НАТО. Я далек от мысли, что наши российские коллеги это не учитывают. Поэтому как о чем-то новом говорить об этом нельзя. Дальше. Вся инфраструктура вот этих северных европейских государств, она давно уже адаптирована под интересы НАТО. Для переброски сил и средств, для хранения, для решения задач. Но давайте мы вернемся в историю. Великая Отечественная война. Сколько километров продвинулись они в сторону России? И на этом пока остановимся. Вот и все. И вопрос, насколько они готовы и хотят воевать. Может быть сегодня у них есть определенная настороженность, которую используют их политические элиты для того, чтобы испугать еще раз России и решить свои задачи. Народу все равно. Они как ездили, финны как ездили в Санкт-Петербург на шоппинг и другие вопросы, так они и продолжат, если у них будет такая возможность. Если границу закроют, это другой вопрос. Но воевать эти страны вряд ли захотят. У меня логика немножко подсказывает, что одно дело, когда у тебя есть пистолет, а другое дело, когда ты его достаешь и начинаешь демонстрировать перед носом, махать у другого, у соперника, скажем так. Ведь в свое время финская война, она началась именно для того, чтобы отодвинуть угрозу даже от того же Ленинграда чуть-чуть подальше. Несмотря на, скажем так, достаточно двоякие результаты этой финской зимней кампании, но задача-то была решена. Я бы здесь, наверное, добавил следующее. И по сторонам, мы учли исторические уроки. И вот этот шаг, который сегодня сделан, в том числе, о размещении тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь, это реальный ответ на данные недружественные шаги по отношению к союзному государству. Давайте скажем прямо провокационные. Тут нельзя не затронуть эту тему, тем более с доктором наук. Ближайший сторонник Зеленского, Рахами, который участвовал в переговорах первоначальных, когда-то мирных, он заявил, что мобилизация мужчин ВСУ сейчас будет ускорена для комплектования частей, которые развернутся на границе с Беларусью как ответная мера на размещение ядерного оружия. Я логику не очень усматриваю, но на ваш взгляд, на кого рассчитаны эти заявления и что реально может за ними стоять? Начнем с первого. На кого рассчитаны эти заявления? На европейских партнеров и страны, поддерживающие Украину. Мы демонстрируем еще раз лояльность. Даже больше. Мы показываем, что мы готовы не только с Россией воевать, но чуть ли не закрыть всю Европу собственной грузии. Это первое направление. Второе направление все-таки отдать должное, и я это еще раз подчеркну, все-таки Зеленский и его команда очень хорошие пиарщики. И здесь есть еще один расчет. Расчет на собственных граждан, которым надо тоже создать образ врага. как бы мы там ни говорили, но Белоруссия для Украины никогда не была врагом. И я в том числе человек, который достаточно много лет пробыл на Украине и связан с этим государством определенным образом, четко говорю, что там есть здравомыслящие люди. И сегодня это нагнетание обстановки, попытка показать, что страна в огне, страна в окружении врагов. И вот эта идея должна быть забита в голову собственным людям, чтобы они восприняли себя патриотами страны. Они должны якобы защитить собственную семью. Я думаю, это глубокий смысл именно на это направлено, как вторая составляющая. То есть следующая война мобилизации такая мощная, под нее подводится база. Оправданная для чего-то. Почему вы идете воевать? Потому что страна кругом, кругом враги. Белорусы скоро на вас пойдут. Хотя, если честно, с точки зрения военной, это неоправданно. Вы правы. Эти заявления между собой не могут быть связаны с военной точки зрения. Знаете, хорошая команда пиарщиков, но этот пиар стоил жизни уже несколькими сотен тысяч украинцев. На секунду. Просто, чтобы мы не забывали об этом. Все чаще, правда, у меня складывается впечатление, что западный мир на фоне войны в Украине, он уже пошел в разнос. Хотя эти и проявляют лояльность, но это ведь не только про переход красных линий, про которые постоянно говорится. Ну, давайте попробуем тогда смоделировать, а что будет с этой несчастной страной, ставшей заложником вот этих вот пиарщиков 95-го квартала. И какой финал ее ожидает? Мне очень интересен ваш взгляд, взгляд военного человека, специалиста. какой финал будет успешным для России? Какой финал может быть успешным или приемлем для Запада? И какая судьба ждет, ну, скажем так, остаток Украины с учетом уже 200 миллиардов долгов, которые надо отдавать, и разваленной экономики? Понимаете, вы настолько глубинный вопрос подняли, который не решается военной составляющей? Здесь и экономика, здесь и политика, но давайте попытаемся ответить на этот вопрос. Я бы вернулся к словам президента России, которые он сказал при начале операции, цель операции, денацификация, помните эту фразу? Конечно. И демилитаризация этого района, это первое, или данной области. Второе, защита, третье, защита россиян и людей, живущих на территории страны. На мой взгляд, на мой взгляд, я не претендую на истину в последней инстанции, и не хочу быть человеком, которого будут цитировать в этой области. Украина потеряет те четыре области, которые сегодня она уже потеряла. Она потеряет Одессу, по всей вероятности, с Николаевым. Эти области она потеряет. И вот это для нее был бы идеальный вариант с точки завершения вот этого противостояния. Для нее идеальный. Да, вот для нее это был бы идеальный вариант. В этом случае она сохранила бы свою государственность, она бы в какой-то мере сохранила свой этнос, и на мой взгляд все-таки к власти в этой стране должны прийти здравомыслящие люди. Это тот вариант, который один из вариантов возможных. Другой вариант это продолжение эскалации, перерастание на более высокую фазу, уничтожение многих городов Украины в том числе, и как вариант переход всего этого противостояния к европейской территории. Может быть, как вариант, если вовремя не сесть за стол переговоров. Что касается Запада, для нее был бы идеальный вариант самый главный, развалить Россию, чтобы Россия не сумела выполнить стоящие перед ней задачи. И в конечном итоге потерпела военное поражение, а ее экономика просто не выдержала. Это идеальный вариант для Запада. Минимальный вариант для Запада это сегодняшние четыре области, которые есть, оставить в составе России, как было, остановить боевые действия, перегруппировать Украину, пока по предварительным договоренностям, и продолжить со временем конфликт, но уже в другой постаси. подготовившись. Да. Так скажем, проведя переформатирование всего, что там есть. Что касается денег, которые сюда вложены, Запад их не будет требовать по одной простой причине, что он реально ведет сегодня на Украине войну за передел мира руками украинцев. И своими ресурсами. Поэтому верить в то, что это сможет когда-нибудь Украина отдать, мало вероятности. Попытки будут при условии, если вся эта территория войдет в состав России или еще каким-то образом станет отдельным государством, не про западным. Тогда деньги попытаются вернуть. Других вариантов быть вряд ли будет. Хорошо. Ну, учитывая ограниченность нашего формата, последний околофилософский вопрос традиционно. Все мы помним чеховское. Если на стене висит ружье, то в третьем акте оно обязательно выстрелит. Но мы, белорусы, никогда, подчеркну, никогда и ни в кого не собирались стрелять. Вот теория большого взрыва это не наше кино, американское. У нас есть свой мирный атом, и мы это не скрываем. Может ли ядерное оружие стать в Беларуси скорее миротворческим, чельно-смертельно опасным? Мы ведь любим ломать шаблоны. Вот давайте подытожим. Ну, однозначно. Следует констатировать, я, наверное, буду стоять на этой позиции. В нашей ситуации решение, принятое по размещению тактического ядерного оружия на нашей территории, оно своевременное, верное и продуманное. И, на мой взгляд, как человек, который понимает, что это такое и как оно может быть использовано, в нашем случае оно должно стать миротворческой составляющей. Оружие можно разместить, оружие можно вывести после того, как оно выполнит определенные функции, которые на него были возложены. И все это политическая составляющая. и, как вы сказали, Беларусь никогда никому не угрожала. Мы готовы себя защищать, мы готовы отставить свою независимость. И если мы держим слово, вот в этом нам никто не может, так скажем, забить гол и сказать, что мы не правы. Беларусы держат собственное слово. Если мы что-то обещаем, мы выполняем. И это уже многими проверено. В данном случае ядерное тактическое оружие на нашей земле это элемент сохранения мира. Элемент стабильности. Не на одно государство, которое располагало ядерным оружием, а их девять сегодня в мире, включая Северную Корею, которую постоянно вспоминают неплохим словом, но она живет, живет своим умом. Ее никто не трогает. Поэтому, на мой взгляд, ядерное оружие на нашей территории это элемент сохранения мира, стабильности на нашей земле и независимости нас как государства. Это верное решение, выверенное, и оно наверное соответствует тому времени и той обстановки, которая сложилась рядом с нашей страной. А что будет дальше, время покажет. Мы все это увидим. Я думаю, что в пятницу мы еще много чего услышим. Я почти уверен, что этот вопрос будет один из тех, которых поднимет президент. Спасибо. Вам спасибо.